Когда мне было в районе 19 лет, я и мои еще два друга, Саша Дукмас и Игорь Паликс, ныне, к сожалению, покойный, создали некую организацию, которую я предложил назвать, используя немецкие слова, Райси Фертих, то есть в переводе означает «готовый путь». Что это означало? Ну, я имел такую активность в то время, что мне очень хотелось познавать мир, изучать небо, астрономию, физику, и даже через год я буду пытаться поступать на физфакт, чтобы стать астрофизиком, но передумаю и скажу себе, что лучше писать стихи о звездах, чем смотреть в них через трубочку. Так вот, когда мне было 19 лет, мы создали эту организацию по моей инициативе в большей степени. Что мы делали? Эти ребята двое, они были немножко помажьше меня, им было лет по 16. Мы мечтали о том, что нужно улететь в космос. Мы очень хотели полететь в космос. Это была у нас центральная идея, жажда. Такая вот юношеская мечта. Тогда еще не было компьютеров, и мы очень долго и много обсуждали эти темы, типа надо сделать звездолет чуть ли не своими руками. Ну, такая вот юношеская бравада была у нас, да. Нельзя ее осудить, потому что это было настолько отклепительно интересно, что мы не обращали ни на какие там невозможности, да, свои взоры, а в основном верили в то, что у нас все получится. И вот мы обсуждали и думали, что ну хотя бы один нужен компьютер. А тогда мы в глаза не видели компьютеров, и практически где-то там можно было знать, что они есть, понимаете. Вот. Естественно, они были древние, старые, типа, перфокарты какие-то там и так далее. И вот, участвуя в этой организации, мы много мечтали, много разговаривали, встречались. И вдруг на фоне вот этой организации, честно говоря, я сейчас уже не помню, эта организация была создана до или после того, когда мы узнали, что религиозная секта, всемирно известная, свидетели Иоговы, предсказали в 1975 году, 4 октября, конец света. Но они его часто ожидают и предсказы периодически. И каждый раз у них это не получается. Так вот, самое интересное, что именно в том 1975 году-то и появилась, типа, сверхновая какая-то звезда загорелась, как вот в Библии было написано, мощная, на ней она была видна. И все предвещало, что действительно как бы пахнет концу света. А мы, вот опять подчеркиваю, не помню, создали эту организацию, то ли до этого момента, что столкнулись с информацией о концу света, или же после того, когда уже узнали об этом. Ну, это, наверное, не так уж тут важно. Важно, что мы все равно мечтали улететь в космос, и вот когда эта информация уже вообще появилась, говорится, на свет, то мы даже где-то, ну, как ни странно, обрадовались. То есть мы почему-то подумали, что мы вот суперизбранные люди, и это вот 4 октября за нами прилетят инопланетяне, огромный космический корабль, который нас заберет, а мы улетим с ними, естественно, а вся земля уже вот, она погибнет. Ну, нам было как-то абсолютно все до фонаря, мы очень даже всего отказывали, забывали, старались забывать, не обращать внимания, что вот на земле есть какие-то желания, возможности, нас ничего не приличало, мы вот готовились улететь. Все. Вот только на это были медитированы, и это продолжалось, ну, как минимум полгода. Даже, я помню, это даже в Борисове-на-Дону, зеленый остров, там есть недалеко от Оксая, он расположен прямо на реке Дон, да, вот, и мы полностью контографировали этот зеленый остров, подозревая, что там где-то в его глубинах, а это большой остров такой огромный, в его глубинах есть космическая станция, и там есть НЛО, там и так далее, и тому подобное. У нас такие были подозрения, да. И вот я даже помню, изобрел такую гадательную какую-то игру, как бы общение с этими инопланетянами, там какие-то слова, и... Я уж не помню, в том, что мы бросали пости, там спрашивали, да, по номеру, в каком там месте, и сочетание каких слов, что нам отвечает на определенные вопросы, кто отвечает, да. То есть вот какая-то была такая, настолько психологически обыгранная ситуация, ожидание этого конца света, и нашего улета с планеты Земля, что нам было глубинно интересно этим заниматься, и мы вообще практически ни о чем больше не думали, только о том, как улететь с Земли. И вот у нас там появилась, недалеко от моего дома, сейчас расскажу, да, там была балка, такая, знаете, глубокая емища, да, по бокам этой балки, на большом расстоянии, километра два где-то, да, эта балка через два километра упиралась в вертолетный аэродром. А здесь, с другой стороны, она упиралась в шоссе. И если подняться из балки на шоссе, то через дорогу, вот через это шоссе, дальше уже эта балка как бы продолжалась не балкой, а вот огромным котлованом таким вот, огромнейшим, как каньоном, понимаете, только широким, просторным, ну не знаю, там где там может быть 300, да, может 500, вот, ну не, 500, наверное, хватанул, ну 200, наверное, точно там 300, 300 может быть, да, вот, огромный такой котлован. Вот, и у нас там вот до шоссе, недалеко от моего дома, мы спускались в эту балку, внизу, кстати, ручейок бежал для орошения, пересохотясь на орошение этих дачных поселков. И мы сидели там вот возле этого ручейка, и там росла ива, такая битвистая ива-дерево, да, плачущая такую, красивая, очень, можете по дециклопедии посмотреть, кто его никогда не видел, да, красивое дерево, вот, оно как кучерявое, такое, светающие, ветви такие тонкие, и листочки такие красивые, листочки. Так вот, мы сидели под этой ивой, мы ее называли священный, священный оврат у нас был этот, и мы сидели на, как на заваленке, вот на бугорке таком, земляном покрытый травой зеленой, и вот мы сидели, и там именно ожидали, что нас именно 4 октября, как бы насиживали это место, заберут инопланетяне, прилетят именно туда. И, можете себе представить, практически чуть ли не каждый вечер, там часами просиживали, и днем иногда заявлялись, и нам это было очень интересно, и вот в основном мы были только втроем, никто другой не знал даже об этом. И больше мы общались, конечно, с Сашей Докмартом, он недалеко от меня жил, а Игорь Парисус жил там, ну, гораздо дальше от меня и от Саши, там минут 20 к нему идти нужно было пешком, даже больше 30, наверное. Вот, и поэтому, конечно, он реже с нами появлялся в этом священном оврате, под этой священной ивой. Но все равно мы очень часто были именно втроем и готовились к тому, что мы улетим с планеты Земля, 4-го, 5-го года. Так вот, интересное дело. Помню, мы как-то сидим в Бавраге с Сашей, с Докмартом, и я хорошо очень, уже знал, достаточно хорошо астрономию, я вдруг смотрю на небо, а на небе, знаете, вот, только больше раза в 2-3, типа луны что-то светятся, и вокруг по окантовочкам этот вот шар, который светится, он такой, больше оранжевого цвета, он как-то размытый немножко, да? Я толкаю Сашу и говорю, смотри, что это на небе сейчас светится? Ну, он так спокойно, на полудетке, ну, луна типа того, да? А я говорю, да не, ну какая луна? Я за тот момент занимаюсь, ну, сейчас не может быть луны, она где он не знает? А он, да, действительно, начали смотреть, сматываться, минут 15 это вот зрелище мы наблюдали, и оно потом потихонечку рассеялось и исчезло. Были еще чудеса всевозможные, интересные, там, я уж не помню, где-то есть блокнот, в котором я записывал подобные вещи, возможно, когда я его отыщу, среди вороха своего архива, да? Такие очень много разных интересных моментов скрыто. Так вот, короче говоря, мы наблюдали разные интересные вещи, необычные происходящие на небе, это было уже ближе к октябрю, это авус, сентябрь где-то, естественно, сами уже мы настолько взволновали это пространство энергетически вокруг, что оно было все уже прописано, священный овраг, это ива, это состояние, оно пропитало все вокруг, понимаете? то есть мы уже были на взводе, абсолютно уже полностью приготовились покинуть землю, на себя улететь. И вот в конечном итоге, в конечном итоге получилась интересная вещь, что вот 4 октября, не знаю по какой причине, но вот Игорь Парик с нами не пришел, не пришел вечером на это священное место, чтобы улететь с нами, ну, я не знаю, возможно, он испугался, не помню сейчас точно, то ли он не смог действительно, ну, мне кажется, он струсил, по-моему, на год даже младше был, ему было лет 15, младше Саши. Так вот, мы пришли вдвоем, я и Саша Сухман, сидим, и вечером это было уже, мы именно на вечер рассчитывали, там было часов 9, может, 10 даже вечера, и вот знаете, как интересно, абсолютная тишина, ну, сами понимаете, и что такое, допустим, какой-то лизательный аппарат, это всегда будет грохот какой-то, или в любом случае, если это будет не грохот, то это будет знакомое чертание, правильно? То есть это, допустим, даже какой-то, ну, типа безмоторный самолет, там, или что-то, планер, да, то все равно это будет, ну, земное какое-то происхождение, державы, что угодно. Так нет, со стороны вертолетного аэродрома, ну, вот здесь вот уже, вот близко к нам, на расстоянии от Земли метров 10-12, абсолютно бесшумно, очень медленно, вот почти как вот идешь пешком, да, может быть чуть-чуть быстрее, ну, километров 5, может 7, да, скорость сейчас, летит огромная тарелка, именно летательный аппарат, то есть тарелка, три прожектора светит, и на планы бесшумно парида направляется к нам, это видно, что она встретит на нас уже, да, вы знаете, конечно, такого чуда мы не ожидали, никакого, подчеркиваю, ни гула, ничего, вот полная тишина, и видно, что это вот летательный аппарат неземного происхождения. Представляете, мы сколько ожидали, да, сколько готовились к этому мероприятию, и вдруг, конечно, а сатанила испугались, так сильно испугались, что мороз по коже, это слишком клаво сказано. Мы пробежали, с этого места, убежали, ближе туда, к шоссе, это метров 100, потом еще метров, наверное, 150 уже вверх на шоссе поднялся, то есть метров 300, наверное, мы преодолели буквально там за какие-то секунды. Так быстро пробежали, что мы уже шли по шоссе, а этот летательный аппарат над нами низко пролетел, но уж, извините, ошибиться невозможно, да, это что-то наше земное, или это инопланетного происхождения, да, летающее начало какое-то, да, но мы, когда он пролетел над нами, уже не испугались, а постарались уже побольше рассмотреть. И он, когда пролетел, мы перешли в шоссе, встали на краю, и вот возле этого котлована огромного, да, и вот этот летательный аппарат, он стал по кругу летать, по этому котловану. То есть мы так понимали, что нам вот стоит рукой вот помахать, и он подлетит к нам. И он подлетит к нам. Страшно было неимоверно. И в конечном итоге вдруг почувствовали, может, даже показалось, но я думаю, мы почувствовали, что вот он сейчас к нам опять направится. мы в испуге опять дали дело. Мы убежали в район, а этот, ну, типа мустика, да, вот где в РАГС мы стояли, соединял как бы два района. Один современный, пятиэтажки, девятиэтажки, а другой как бы старый район города, там, частные домики в основном, там завод был и частные домики расположены. Так вот, мы убежали в сторону нашего микрорайона, где я жил, а пятиэтажка, которая жила, она располагалась, ну, буквально, там, может, метром 400, да, от этого места 300. Мы пробежали, идем возле моего дома, а там как раз напротив моего дома строилась девятиэтажка, по-моему, даже не одна, две сразу. И длинный забор такой строительный напротив моего дома. И мы идем с Сашей мимо этого забора, потом заворачиваем, проходим мой дом, заворачиваем за этот забор, напротив уже другой пятиэтажки идем, опять вдоль забора строительного, и вдруг яркая вспышка, которая осветила все как днем у меня, вот под ногами, я просто ошалел, да, Саша вот, именно смотрел на небо, он первый увидел, а я мгновенно, вот, доля секунды, да, увидел под ногами у себя вот это яркое освещение, и тоже поднял голову вверх, и увидел, и ужаснулся. Вы знаете, такого страха я по всей своей жизни еще не помню, мороз по коже, еще раз подчеркиваю, это слабо сказано, то есть представьте себе, что вот, скажем, ну, к примеру, типа Луна, да, огромная планета, сорвалась с орбиты, и медленно приближается к Земле, а значит, что увеличивается в размерах, и вот сейчас будет скорость столкновения двух планет, и естественно, это будет космическая катастрофа и гибель этих планет, да, они разлетятся в пух и прах, страх неимоверный, мы упали на колени, и Саша и я начали обниматься, целоваться, и плакать, и прощаться друг с другом, типа, прощай друг, прощай друг, то есть, ну все, сейчас будет конец света, что и обещали свидетели Огова-то, понимаете, мы-то не улетели, а конец света-то никто не отменял, это я сейчас понимаю, объясняю, да, так вот, вы знаете, у меня внутри рос в это время очень сильный протест, я говорил себе, нет, я не верю в это, нет, я не хочу, вот, у меня сильнейший был протест, не хотел я, чтобы этого случилось, и в конечном итоге, мы, ну, посматривали вверх, естественно, на небо, на это зрелище, оно и завораживало, и страшило, в конечном итоге, вдруг, вот эта, так называемая, приближающаяся огромная планета к Земле, стала более, более, так смотреться на сход, как бы, и таять, как дым, да, то есть, раз и растелось, и исчезло, в конечном итоге, через определенное время, мы успокоились с другом, и пошли с Сашей гулять, пройти, да, по, нашему микрорайону, идем, а все люди во дворах стоят, и мы слышим, да, ропот людской, а что это было, а что это было, то есть, все микрорайоны, все люди, кто был во дворах, в этой арене, гулял, там, или что-то делал, все увидели это зрелище, на следующий день, в областных газетах, была публикация, короткие такие заметки, в советское время, особенно, не распространялись, на эти, как говорится, в моменты, на эти события, стараясь, советских людей, не, сильно не подталкивали, чтобы они не интересовались этим, так вот, были вот заметки в областных газетах, типа, неопознанное явление природы, это можно даже, вот, говорится, исторически, в библиотеках, 75-й год, 4-й октября, а 5-го уже, по-моему, в декабре, так вот, значит, хорошо, все это произошло, что интересно, через годы, через годы, да, определенные уже годы, уже, Игорь Парик вырастет, Саша вырастет, Ява уже, уже тоже вырастет, и вот настрой это был, связан с этим явлением, да, Игорь Парик, его найдут мертвого в коллекторе, но он много выпивал, он был женат, много выпивал, и как-то в коллекторе, что-то такое там, где-то, типа, бомжевал уже, да, и там и умрет, короче говоря, то есть очень плохо закончит, он с нами не был во Вразии, и вот так он закончил свою жизнь, а Саша Бутмас, он станет перемертышем, он станет Алиной, и вот сегодня он уже, девушка, он с женой, как детский врач, работал в Греции, и сделал себе вот операцию, да, насколько я знаю, это мне рассказывал, мой друг Дима Барсукова, вот, и короче говоря, ну это его, можно сказать, судьба была, то есть мы как бы должны были улететь, как я подогреваю, ну, чемпион Саша, не должен был быть моей женой, там, в космосе, да, вот, ну ладно, сейчас не об этом речь, речь о другом, что через определенные годы, когда я уже займусь серьезно, астралом, выходами в астрал, энергетиками, я, ну, как быть, буду чувствовать, что кому-то мешаю, меня начнут преследовать, и потом, ну, типа, как отравят, что ли, что-то, или удар был энергетический, и у меня, я оказался в больнице, совершенно внезапно, меня преследовали, даже хотели в определенную больницу положить, чтобы, видимо, умереть вообще, я вызвал скорую по направлению врача, не из дома, а из другого совершенно места, и приехал мой сочет, который меня отвлек к своему учителю, профессору, центральную больницу, и мне быстренько там, сделали анализ, и все, на следующий день должна была быть глубинная, серьезная операция, и вот, короче говоря, я лежу в палате, помню, да, и смотрю, у нас телевизор как раз был включен, шла программа «Взгляд» любимых, вел тогда ее, да, вот, смотрю вот эту передачу, а сам понимаю, что, наверное, убьют, да, наверное, умертвят, так вот, за дверью слышу разговор по мою душу, да, ну, чувствуется, считывается энергетически, что по мою душу, и смотрю, вдруг программа «Взгляд» останавливается, к ведущему прямо вот в кадре, да, подходит девушка с плеском бумаги, кладет ему на стол, любимого взгляняется перед публикой и говорит, извините, очень срочное сообщение, и зачитывает, типа, только что над Землей пролетел самый огромный метеорист за всю историю существования планеты, если бы он пошел на Землю, Земля разлетелась бы в щитки, а так он только черканул, едва нашу орбиту, и ушел мимо в космос. И тут вот я вдруг понял, думаю, нет, я останусь жив, распутный, я ведь не пошел на Землю, почему-то вот так я только подумал, да, и действительно, да, меня спасли, 12 хирургов делал операцию, там целая история, то есть я так понял, что все даже испугались, что вот самое такое случилось, да, и меня спасли, но самое интересное, я тогда не понимал, почему меня спасали, оказывается, вот только вот в этом году я понял эту удивительную вещь, дело в том, что этот метеорит, который тогда я в него не поверил, вот эта планета летела на Землю, разбить ее, этот метеорит остался, если он не поверил, в моем сознании, то есть я, получается, этот метеорит носил много лет в своей голове, это же мир мысли вокруг, в котором мы живем, да, мир предметно-беспредметных мыслей, и я не поверил, и он остался у меня в голове, и потом, когда меня хотели убить, это непонятное предсмертное состояние было тогда, на то время, что, непонятное предсмертное состояние было тогда, на то время, что, я стал спускать сознание, и метеорит опять появился, то есть получается, я его до сих пор сейчас ношу в себе, и в любой момент, если я захочу улететь, и я уверен, что за мной прилетят, вот ощущения абсолютные, это не какое-то психологическое отклонение, это серьезно, ведь я же видел это все, это реально, да, вот, я знаю, что прилетят, если я очень сильно захочу, и в метеорит, наверняка появится, я его прям чувствую, и поэтому сейчас у меня огромная ответственность перед человечеством, чтобы оно не погибло, а с другой стороны, меня до сих пор преследуют, и, честно говоря, очень часто хочется действительно взять, киснув зубы, и улететь с этой планеты, вот так бы я рассказал эту историю, и я ее рассказал.